Напомню, мы работаем в прямом эфире 4343477, возможность дозвониться и задать вопрос, рассказать о чем-то, обратить внимание на какие-то проблемы, потому что по тем вопросам, о которых вы говорите в нашем эфире, мы делаем какой-то срез и понимаем, что эту тему нужно раскрыть глубже. Вот одна из таких тем – это работа многофункциональных центров в Нижегородской области. Сегодня с нами на связи появится руководитель МФЦ, который подскажет, как лучше, как правильнее записаться в МФЦ, как не стоять в очередях для того, чтобы получить какой-то документ или для того, чтобы получить тот самый заветный QR-код. Да, узнаем, как работают те самые многофункциональные центры, много вопросов от наших телезрителей. И, кстати, действительно, можете вы их задавать, телефон прямого эфира не изменен. Еще есть пара тем, о которых мы сегодня скажем. Мне кажется, кстати, Оксана, что где-то есть взаимосвязь между этими двумя темами. Значит, новость номер один. Россияне стали хуже платить за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Это один абзац. Таковых становится все больше и больше. Кстати, стоит отметить, что не нужно копить вот эту долговую яму, потому что с Нового года очередное удорожание жилищно-коммунальных услуг. Так что платежка будет больше. А вторая тема, которая, как мне кажется, вытекает из первой. Друзья, я не знаю, что делать, куда бежать. Новый год тем более скоро. Икра подорожала до исторического максимума. Страшно представить, что окажется на столах наших сограждан, потому что дорогая икра уже стоит дорого. Сколько в среднем мы обязательно в эфире эту цифру озвучим? Многие кинутся покупать все подряд подешевле, а это не всегда хорошо. Вот об этом мы тоже сегодня в эфире поговорим. В общем, как выбрать то, что действительно гарантирует вам счастливую встречу Нового года, а не 1 января где-то там в лазарете. Что касается оптовых цен на красную икру, то сейчас за 1 килограмм красной икры 5000 рублей нужно отдать. На прилавках магазинов это уже в рознице будет еще дороже. Или я все правильно сказал. Сегодня в прямом эфире советы, как выбрать ту самую икру, которая вас не расстроит на новогоднем столе и не расстроит ваш желудок. Ну а что точно поднимает настроение многим, но не всем, но все-таки многим. Это снег, снегопад, атмосфера в общем-то зимняя, соскучились, лето было достаточно жарким, снег появился буквально пару недель. В Нижнем Новгороде на такой постоянной основе. Поэтому что делают нижегородцы? Берут свои девайсы в руки и начинают снимать видео, как выглядят знаковые места столицы Приволжья в эти снегопадно-зимние дни. Давайте и мы посмотрим эти кадры. Это мы успели посмотреть снегопад на площади Минина и Пожарского, самый центр Нижнего Новгорода. А сейчас мы можем посмотреть картинку, как Нижний Новгород выглядит именно в эти минуты. Это прямая трансляция того, что происходит в Нижнем Новгороде. Вот что значит мороз и солнце, и сразу день чудесный. А вот я бы сказал, зимнее время в наших широтах вообще не очень понятно, потому что вот смотришь на картинку и не понимаешь, что это. День, вечер, может быть, это раннее утро, может быть, что-то еще, я не знаю. Телецентр видно сейчас на нашем экране. Вот там, где находимся мы, идет прямая трансляция Нижегородского телевидения. А совсем недалеко от площади Лядова, от улицы Белинского 9А, находится и еще учреждение, которое многим нижегородцам требуется, оно нужно, чтобы, не знаю, паспорт оформить, получить выписку на собственность, недвижимость и так далее. Правильная речь идет о многофункциональных центрах. Вот здесь, на улице Славянской, недалеко, кстати. И мы прямо сейчас можем увидеть кадры, которые прислали наши телезрители. Это очередь у МФЦ на Краснодонцев, автозавод. Пишут, что люди на холоде стоят по несколько часов, надеясь на удачу. И вчера дозвонилась наша телезрительница, сказала, что я позвонила в МФЦ, чтобы получить QR-код, мне предложили записаться на декабрь. Это слишком долгое ожидание. Но с чем связано такое ожидание, почему такие большие очереди, как избежать всех этих неприятностей? С нами прямо сейчас готова выйти на связь директор многофункциональных центров Нижегородской области, Светлана Мусарская. Светлана Романовна, добрый день. Добрый день, вы в эфире, здравствуйте. Здравствуйте. Слышим, видим и благодарим, что вы вышли и всегда выходите с нами на прямую связь. Можно было бы закрыться и сказать, что да, есть вопросы, да, сейчас нам очень нелегко, да, очень много моментов решается через МФЦ. Это точно, тем более, что многие ожидали, вот в связи со всей этой ограничительной историей, то туда нельзя, там, то не работает, сюда только с QR-кодом. Многие переживали, что и МФЦ работать вообще никак не будут, но, слава богу, работает. Вот Светлана Романовна, ну, вот как-то, как поменялся режим работы многофункциональных центров, стало ли, я не знаю, как-то там, рабочий день короче, меньше сотрудников. Или, наоборот, длиннее, да, вот интересно. Во-первых, здравствуйте, я очень вам благодарна за то, что вы обратили внимание на эту проблему, потому что проблема действительно есть. Проблема связана, конечно, с тем, что гражданам требуются услуги, но при всем при этом мы тоже, как и все остальные, вынуждены все равно соблюдать ограничительные меры, да, это касается и сотрудников, это касается наполняемости зала. Исходя из этого, было принято решение, с 25 октября оно реализуется, мы принимаем только исключительно по предварительной записи. Но есть один нюанс. С 16 ноября многофункциональные центры наделены полномочиями распечатывать QR-коды всем гражданам, даже если они не имеют регистрации на портале госуслуг. Это тоже важная история, такая отметка, да, потому что до этого мы просто помогали гражданам распечатать из их личного кабинета QR-коды. Они все это могут сделать и сами, не приходя к нам. И мы даже гражданам просим, ну, обращаемся, насколько это возможно в наших условиях, просим вас, вот как средство массовой информации, доводить эту историю, что если у граждан есть возможность зарегистрироваться на портале госуслуг, а это можно сделать, не приходя к нам, и подтвердить можно тоже онлайн, не посещая места скопления, да, людей, а потом самостоятельно распечатать себе QR-код. Никаких других QR-кодов, которые не сформированы в базах, мы им все равно не выведем, да, то есть мы ничего не делаем сверхъестественного. Минздрав подгружает после вакцинации информацию, далее эта информация появляется, и мы ее распечатаем. Если Минздрав не подгружает, информация не появляется, мы ее тоже ниоткуда не сотворим. Ну, действительно, чтобы не было такой ситуации, когда, например, человек поставил прививку, вторую, например, даже, да, если речь идет о спутнике ВИИ, и на следующий день идет в МФЦ, говорит, давайте, да, вот где, вот, к сожалению, не работает, там задержка от трех дней. Да, около недели прошло, пока мы получили тоже для себя реальную информацию, что у нас полностью прививочная кампания прошла. Поэтому не торопите сотрудников МФЦ, пока не получат они документальное подтверждение, что все прививки у вас сделаны, они действительно QR-код распечатать вам не могут. И правильно говорит представитель МФЦ, правильно говорит представитель МФЦ, если есть возможность, попросите друзей, близких, родных, чтобы они вам через свой компьютер, через компьютер на работе зашли на ваш портал госуслуги, зарегистрировали, помогли разобраться и распечатали. Но все-таки, мы все-таки средства массовой информации, тем более нам позвонил человек, но подтверждайте, что может быть такое, что вот сейчас человек записывается на прием, да, в МФЦ распечатать вот тот самый код, а ему говорят, вот, приходите во второй декаде декабря. Это вторая уже история. Сертификаты с QR-кодами мы распечатываем без предварительной записи. Это важно. Люди приходят без предварительной записи. То, что вы, например, видите, да, то, что присылают граждане, не очень понимаю зачем, но такая история действительно бывает, когда в моменте бывает скопление людей. Они бывают у нас часто, у нас есть час на санобработку с 14 до 15, и граждане, которые приходят к 15, ожидают, когда их запустят. То есть то, что вы, например, сейчас наблюдаете, вот так бывает перед 15 часами, как видите, их начинают запускать. Зачем приходят пораньше и ждут, это я без комментариев. Иногда бывает в моменте, люди скапливаются за QR-кодами, их достаточно быстро мы пропускаем через себя. Так тоже бывает. Но не в таком формате, там человек 10 может скопиться, мы их рассаживаем, быстренько пропускаем. Мы принимаем по предварительной записи. Все, кроме распечатывания QR-кодов, кроме выдачи, выдача осуществляется без предварительной записи. То есть за результатом готовой услуги просто приходите и забирайте. Сейчас настроено СМС-информирование. СМС-информирование по готовности результатам приходит, гражданин может прийти и получить. Кроме всего прочего, также мы без предварительной записи осуществляем подтверждение на портале госуслуг в том случае, если гражданин уже зарегистрировался. Если нет никаких проблем, он просто зарегистрировался и по каким-то причинам онлайн не может это подтвердить. Это тоже делается без записи. Все остальное делается по предварительной записи. Все телефоны работают, обратная связь на сайте работает. Мы бы очень опять попросили граждан все-таки планировать свои приходы и не забивать предварительную запись. У нас есть граждане, которые записаны по сто раз в месяц к нам. Это реальность. Продолжаем прямой эфир. Сейчас тема экономически-гастрономическая, если я ее мог бы так дефиницировать. Об этом говорят все и в преддверии Нового года мы эту тему тоже не могли обойти стороной. Прогремело вчера, что говорили во всех домах, на кухне вечером. Икра подорожала до исторического максимума. Хотя, казалось бы, рыбаки на Дальнем Востоке говорят, что все хорошо было с уловом. В этом году выловили... Путина огромные. Собрали икры почти в два раза, чем в прошлом году. Но, тем не менее, накануне Нового года деликатес стоит на 30% дороже, чем годом ранее. И цены впервые за историю наблюдений превысили 5000 рублей за один килограмм. Хотя, вот икра лосося в рознице непрерывно дорожает с начала прошлого года. Ну, вот не было ни одного месяца, когда бы она на месте зафиксировалась, да, или начала падать в цене. Дефицит? Дефицита опять же нет. Что говорят производители? Нам нужно на внутреннем рынке 14-18 тысяч тонн икры. В этом году получилось, что при том вылове, что есть, 27-30 тысяч тонн икры у нас есть. Казалось бы, переизбыток в два раза. Продавать должны в два раза дешевле, но нет. Это интересно. Давайте посмотрим, что происходит в Нижнем Новгороде. Все-таки мы от морей и океанов достаточно удалены, которые нас снабжают икрой. Посмотрим, как бизнес себя чувствует, который занимается реализацией того самого новогоднего преимущественного лакомства, как мне кажется, с нами. На связи человек, который нам прольет свет наверняка на происходящее с ценами, эксперт икорного бизнеса Ольга Пронина. Ольга, добрый день. Здравствуйте. Добрый день, да. Что делать? Бежать к вам, затариваться уже икрой сейчас надо, потому что что с ценами происходит? Нет, не нужно. Икру нужно непосредственно покупать ближе к Новому году, чтобы она у вас не хранилась долго, потому что икра требует определенных условий для хранения. Сохранить ее качественно, соответствуя заводским стандартам, нужно при температуре минус 4-6 градусов. Я думаю, не у каждого найдется такая возможность, поэтому икру непосредственно нужно покупать перед самим праздником. И по поводу цен на икру, что я могу сказать? Ну, традиционно она дорожает перед каждым Новым годом. Это такой деликатес, который всегда пользуется спросом. Наверное, ни один новогодний стол не обходится без баночки свежей, вкусной, качественной красной икорки, без бутербродов, правильно? Вот вы даже сейчас рассказываете, а у меня бурчит в животе. Абсолютно верно. Качественная. Как определить то самое качество? Вот у меня на столе стоит банка с икрой. Я не понимаю визуально, насколько она качественная. Красная и красная. Вроде бы написано, да, зернистая, красная, масса, нет-то, брут-то, производитель и так далее. Что должно быть написано на банке? Может быть, опять же, лучше доверять, когда на развес покупаем где-то на рынке. Какому производителю доверять? Ольга, расскажите. Ну, смотрите, опять же, такое мнение я могу сказать честно, когда есть на самом деле. При выборе икры несколько позиций нужно учесть. Во-первых, лучше покупать икру, которую производят либо в стеклянных банках, либо на развес. Вы можете оценить ее внешний вид. Икринки должны быть плотными, не должно присутствовать лишней жидкости. Это говорит о том, что икра могла быть приготовлена из замороженного сырья, что непосредственно повлияет и на ее качество, и, соответственно, на, ну, как бы... На последствия, да, скажем, употребления. Да, то есть вы же должны покупать продукт, за который вы платите, в общем-то, очень большие деньги, да? Поэтому обратите внимание обязательно на внешний вид. Икринки должны быть плотными, должно быть мало жидкости. На баночке нужно посмотреть, когда эта икра была произведена. Разные породы лососевых рыб идут на нерест в разное время. То есть начинает первая нереститься у нас нерка, потом присоединяется горбуша, и последний на нерест идет кита. Ну, это основные такие породы лососевых рыб, да, которые потом у нас превращаются в баночки с икрой. Вот. Поэтому, если вы, например, купите икру, на которой будет написано, что она произведена в январе, либо в феврале, значит, она точно изготовлена из замороженного сырья. На нерест идет рыбка с середины мая до конца октября-ноября, не больше. То есть вот те люди, которые говорят, что мы еще весной купили там до повышения, вот она ждет своего часа, врут, лукавит. То есть нужно брать ее в сезон. В сезон ее нереста обязательно. Потом смотрите на производителя. Конечно же, завод должен находиться непосредственно в районе вылова этой рыбы. Это Сахалин, Дальний Восток, Камчатка. Если у вас будет написано, скажем, что произвели в Москве либо в Нижнем Новгороде, то я тоже сомневаюсь в качестве этой икры. Саранский консервный завод вряд ли бы смог произвести хорошую рыбу. Ольга, можно ли доверять той икре, которую продают зачастую, видим, такую историю, сами телезрители присылают на выходе из метро, где-то в переходе Московского вокзала. Стоит просто бабушка расстелила, я не знаю, коробку, и там баночки икры, якобы икры. И кто-то из жалости даже покупает, чтобы бабушек поддержать, чтобы копеечка перед Новым годом. Ну, я думаю, в первую очередь все-таки о собственном здоровье, да, не так много, наверное, икры мы скушали за всю жизнь. Лучше купить на такой праздник, собственно говоря, качественный продукт, которым вы не будете сомневаться. Вот еще хотел бы я рассказать про выбор икры в железных банках. Это посложнее будет выбрать там икру, тут лотерея всегда идет, да, вы не видите ее, внешний вид и прочее. Но обязательно нужно смотреть, чтобы баночка была не повреждена, чтобы не было вздутой крышки. Значит, туда уже попали микробы при производстве. И если на жестяной банке у вас написано, что это икра лососевых пород, скорее всего, это фальсификат. Либо она идет, как мы называем, из всех остатков старые рыбы, замороженные, размороженные, возможно, не один раз. Ну, так называемый икорный мусор. Лучше такую икру, конечно же, не приобретать. Да, на вздутые баночки с икрой обычно акции в крупных магазинах. Ну, даже если не на вздутые акции, но тем не менее, я вот как-то отношусь к этому очень, скажем, скептически. Хорошо, раз заговорили про акцию. Лучше, конечно же, брать икру на развес либо в стеклянных банках. Так, на развес. На развес мы доверяем, когда на развес? Потому что вот уж там-то, когда это большой открытый чан, могут подмешать вообще все, что угодно. Ну, я, конечно, так не думаю. Тем не менее, соответственно, лучше брать икру в стекле. Никто ее не трогал, никакие микробы туда точно не попали. И пенки плотные, не лопнувшие. Я думаю, это доставит вам больше удовольствия. Но в любом случае выбор остается за вами. Конечно же, продукт достаточно дорогой. Сейчас цены в среднем и нижнем Новгороде минимальные идут от 4,5 тысяч до 6,6,5 и даже 7 тысяч рублей. Скажем, на средном рынке икра очень дорогая. Поэтому выбор за вами. Ольга, минимально сколько должна стоить банка красной икры? Вот здесь написано 113 граммов. Минимум, сколько она должна стоить на рынке для того, чтобы понимать, что это не подделка? Ну, смотря какой породы лососевых рыб, это икра. Подешевле вам обойдется икра горбуша. Она в районе 4,5 тысяч рублей за килограмм. Поэтому можете посчитать, что баночка 113 грамм должна стоить, Ну, 450, 500, не меньше. 500, 600 рублей плюс упаковка, это все затраты завода. Все это понятно. Икра, киты обойдется вам, конечно же, подороже. А если, скажем, икра чавычи, это рыба, которая занесена в Красную книгу, в принципе, не может поступать в продажу. Если вы будете ее покупать, значит, там точно икра другой породы рыб. Не стоит переплачивать лишние деньги за несоответствующий товар. Спасибо, очень полезно. Я бы сказал, Ольга, наш гид в мире икры, я бы так сказал, Ольга Пронина, эксперт икорного бизнеса, с нами была на связи. Уйма полезных советов, для многих, может быть, даже что-то как откровение прозвучало. Не ошибитесь, когда будете выбирать ту самую икру на праздничный новогодний стол. Ольга Пронина, эксперт икорного бизнеса, благодарим за советы, которые прозвучали у нас в прямом эфире. Ну, раз уж мы с тобой вот эту баночку всячески демонстрируем нашим телезрителям, я предлагаю, и ты, я знаю, согласишься на это. Мы обязательно поэкспериментируем, но прямо сейчас посмотрим видео и еще советы от наших телезрителей, как проверить, а настоящая или красная икра. Всем привет. Ребят, взрослые дети очень любят красную икру, но какой продукт они употребляют, хорошего качества или плохого, мы не знаем. В большинство случаев людей не знают, как это проверить. Я уже проверял другие образцы, но, к сожалению, их нету, но простым способом покажу и вам. Смотрите, набираем чуть-чуть красной икры, положим в прозрачный стаканчик, берем, заливаем все это дело кипяточком, помешаем, давайте, наверное, так, сосуд неудобный, помешаем, и мы видим с вами вот такую вот консистенцию белую, это нормально, как правило, если плохого качества экран, эта консистенция, она или красноватого цвета, розоватого, там осадок, вверху, внизу плавает, но в данном случае у нас икринки и они при высокой температуре еще набухают, то есть, вот они даже стали еще больше, то есть, это икра неплохого качества, так что можно ее спокойно употреблять, все, всем пока! Ну что ж, друзья, давайте проведем эксперимент, вот у нас вот есть эта баночка, да, с крышечкой, вот мы ее начали уже открывать, пока шел этот лайфхак. И мы сейчас пойдем по стопам тех, кто предложил нам вот это видео по проверке качества икры, мы также сейчас возьмем, добавим эту икру в ту самую баночку. По запаху понюхаем, ну я не знаю, чем пахнет, поролон, по-моему, солененькое что-то. Вообще сейчас, вот кто включил Нижегородский телевидение, ну зажрались совсем, да, на своем телевидении, икру едят в прямом эфире, ложка, ложка у меня, кстати, всегда с собой, всегда с собой, ну мало ли, приглашайте на обед, какие бывают ситуации, что там нужно, мы перекладываем часть икры вот сюда, правильно? Прямо немного. Ну хватит, наверное, я думаю, да, сколько надо. Очень мелкие икринки, но одна к одной, просто можно бусы собирать. Ну хватит, наверное, да? Теперь заливаем кипяточек. Кипяточек. Это программа «Очумелые ручки». Сегодня мы с Оксаной Ткаченко покажем... Мне кажется, достаточно. Ой, какой запах пошел странный. Друзья, совсем не рыбный, совсем не рыбный, да, давай чайничек тут уберем и мешаем просто, да, сколько должно времени пройти, чтобы... Но мы не видим, как в тех видеокадрах только что смотрели, чтобы был какой-то белый налет, вот жирный, сверху, да, это такая пленочка растительного масла. Мне кажется, она вообще тает, если вот... Друзья, она растворяется. Икры становится все меньше? Ее становится меньше. Вы видели, сколько было и сколько оставалось, вот если интенсивно вот так помешивать, то ее прям вообще не очень много. Установи, пожалуйста, ложку, и мы посмотрим, что происходит. Да посмотрите, вот какая вот красота. Что это за взвесь? Вот эта икра, вы считаете? Она практически вся растворилась и в какую-то такую кровавую месиву превратилась и продолжает таять. Ну, давай тогда узнаем, как ты покупал эту икру, а покупала совершенно рядом с нашей работой. И за какую цену самое главное? Все это узнаем в видео. Ну что, друзья, вот приобрел в этом магазине икру, вы это видели, вот она так выглядит, но здесь единственное, честно совершенно написано, что это не собственно икра, а ее имитация и аналог в скобках имитация икры зернистой, красной. Поэтому, что можно сказать, не бывает в природе икры за 30 рублей, бывает ее имитация, и если приходите на новогодний стол и видите там горы вот такой икры, знайте, на вас сэкономили, да. Да, вот та самая имитация икры зернистой, красной. Поэтому не всегда нужно ругать продавца, который продает такой товар, нужно внимательно читать, что написано на упаковке. Но если пишут, что имитация, что не настоящая, что подделка под икру, то за 29 рублей, конечно, мы не ожидаем, что будет что-то потрясающее. Кстати, произвели эту вкуснятину где? Где? В Краснодарском крае, город Краснодар. Вот мы пока проветриваем после наших экспериментов с синтетической икрой, вот даже не все наши коллеги смогли достоять до этого момента программу, кто-то даже вышел из студии, поэтому те, кто нас смотрит, вам повезло, да. Кто-то просто побежал платить за коммунальные услуги, потому что следующая новость заставляет задуматься. Россияне стали хуже платить за услуги ЖКХ. И по состоянию на 1 ноября этого года цифры следующие. Выросло число неплательщиков почти на 9%, и сейчас по последним данным 38 тысяч человек не платят за свое жилье. Правда, из них 3,5 тысяч это юридические лица. Ну, мне кажется, понятно, почему... Платить нужно. Давайте начнем с этого. Да, это точно. С другой стороны, я сначала подумала, что вообще 8,7% не платят в целом россиян. Тогда я ужаснулась, а так понимаю, 38 тысяч человек из почти 150-миллионного населения. Но есть нюанс, потому что это исследование представило Национальное бюро кредитных историй, возможно, что-то просто не попало в поле зрения этого исследования. Но в целом тенденция, что вот ЖКХ дорожает, приходится откладывать все больше и больше доходов собственных из домохозяйств. Вот это, конечно, тема нас не покидает. Что происходит? И действительно ли платежная дисциплина падает? Вот давайте взгляд экспертный. Представим, с нами на связи замдиректора ассоциации ЖКХ и городская среда Дмитрий Гордеев. Вот у него узнаем, согласен или нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Правда ли хуже платить стали россияне? Вот по вашим наблюдениям по каким-то действительно ли падает платежная дисциплина, денег нет и вообще в общем все очень сложно? Я думаю, что падение платежной дисциплины, оно не слишком фатально. Оно в рамках обычных норм. У нас и до кризиса выше 95% редко в каком регионе был сбор платежей. 90% в принципе считается нормальным. И зависит это даже не сколько от населения, сколько от того, как ресурсоснабжающие организации или управляющие организации проводят работу с должниками. В тех регионах, где такая работа управляющими ресурсоснабжающими организациями лучше организована, там сбор платежей традиционно лучше. В республике, например, Закавказья, Северного Кавказа, там, конечно, обычно платят хуже. Ну да, сложно действительно там что-то сказать, потому что там очень многих, извините, даже оружие огнестрельное где-то дома хранится, вот что попробуй скажи такому человеку. Ну это просто такое лирическое отступление. Ну хорошо, на что рассчитывают россияне, которые не платят за квартиру? Насколько я понимаю, нет такой возможности, чтобы списать долги в тот или иной момент? Или все-таки такая возможность присутствует? Ну, пожалуй, списание долгов это меньшее, на что рассчитывают россияне, хотя у нас в Российской Федерации есть институт банкротства физических лиц. Я думаю, что если, например, в условиях пандемии люди просто лишились работы, у них просто нет средств, и они стоят перед выбором накормить семью или заплатить за ЖКУ. С учетом того, что далеко не всегда просто приостановить или ограничить предоставление коммунальных услуг, люди выбирают естественно накормить семью. Это вполне нормально. У нас очень часто сейчас в последнее время причиной неплатежей являются просто претензии к начислению платы. Не просто какие-то там дежурные скандальные истории, а люди не понимают, почему делается перерасчет. Когда один перерасчет накладывается на другой перерасчет, люди предпочитают понимать, почему им начисленная сумма. Не просто стоит в платежном документе до начисления... Содержание дома 600 рублей, и все. Непонятно, что это за эти 600 рублей, я не знаю, что-то такое. Нет, я не это имею в виду. Когда идет содержание дома 600 рублей или 1600 рублей, не надо в платежный документ писать весь перечень работ, потому что он должен быть в договоре управления многоквартирным домом. Другой вопрос, когда ты понимаешь, что каждый месяц тебе начисляют, например, 1200 рублей, а в этот месяц тебе пишут 1500, и ты задаешь вопрос, а почему вот эти 300 прибавили? непонятно. То есть должно быть очевидно, если это управляющая организация, она должна сделать какие-то объявления, например, в подъездах, объяснить самую типовую картину. Если это одиночество, например, в отношении одного потребителя, значит, надо на него выйти и ему сообщить. Если ресурсоснабжающая организация, значит, надо сказать, условно говоря, мы брали по нормативу, потом делаем корректировку, то есть объяснить людям. Когда люди понимают и принимают это объяснение как логичное, правильное, обоснованное, тогда они заплатят с очень высокой вероятностью. Когда им непонятно, они, скорее всего, пошлют какой-то запрос или управляющая организация, или ресурсоснабжающую, сделайте сверку расчетов, объясните, идет какая-то переписка, она тоже занимает время. А долги купятся. Дмитрий, я один раз наблюдала картину, когда представитель домоуправляющей компании нашего дома пытался объяснить владельцу квартиры, что платить за квартиру все-таки нужно. Тот же владелец квартиры пытался объяснить обратно свою позицию и говорил, что у меня горячая вода недостаточно горячая. Если вы из общей квитанции вычлените эту горячую воду, то я платить готов. Но если это будет в общем потоке, то я не готов платить за все услуги с копом, в том числе и за отсутствующую горячую воду. Вот правда на чьей стороне в данной ситуации? Я считаю, что если, например, у потребителей есть претензии к качеству горячего водоснабжения, они могут быть вполне, то правильнее сначала заплатить, потом вступить в какой-то диалог для того, чтобы обосновать свой подход к тому, что вода некачественная. Для того, чтобы доказать, что вода некачественная, горячая, например, температура ниже или она ржавая, нужен акт. Нужно не просто сказать, у меня в прошлые месяцы было некачественное горячее водоснабжение. Нужен акт. То есть сразу надо обращаться оформлять акт. У нас в правилах коммунальных услуг есть процедура. И если даже управляющая организация, если она исполнитель коммунального студии горячего водоснабжения, или, например, теплоснабжающая организация, если это прямые договоры и горячую воду продает теплоснабжающая организация, отказались акт составлять, то могут собственники в присутствии председателя совета дома сами составить акт. Но акт нужен. Если акта нет, то разговаривать не о чем. Все остальное это обмен репликами. Дмитрий, поскольку у нас на связи сейчас 434-3477 телефон прямого эфира, нам зритель дозванивается Нижегородцем Людмила Петровна. Я не знаю, вопрос риторический или нет, может быть, вы сможете на него ответить. Сколько можно повышать стоимость услуг ЖКХ? Наши доходы так не растут. Людмила Петровна такую реплику нам в эфир оставила. Что ответить? Во-первых, проблема повышения доходов, это проблема первая, домохозяйство самого семьи. Второе, это может быть проблема региона, который должен создавать благоприятные условия, Российской Федерации, которая должна создавать благоприятные условия. Сколько будут повышаться тарифы на коммунальные ресурсы? Сколько будет повышаться плата за содержание общего имущества? Всегда. Всегда. Потому что есть инфляция. Она будет повышаться всегда. Нельзя платить столько, сколько ты можешь. Потому что в таком случае надо приходить, вот как у нас продается хлеб, например, в магазине. Ты не можешь купить хлеб за 100 рублей, и ты покупаешь его за 25 рублей. А здесь, когда идет предоставление жилищно-коммунальных услуг, например, содержание общего имущества, сразу всем собственникам, или один водоканал дает воду сразу всему городу, то размер платы, он определяется теми затратами, которые делаются, естественно, качеством. Есть у собственника выбор, тот или иной пакет качества заказать. Но, говорить так, вы нам начисляете столько, сколько мы можете, мы тогда идем до того, чтобы приходить в хлебный магазин и брать хлеб просто... Это все называется рыночная экономика, Дмитрий. Спасибо большое за объяснение и за ответы в нашем эфире. Дмитрий Гордеев и заместитель директора стации ЖКХ Городская среда. Ответ на вопрос телезрителей, я думаю, что Людмила Петровна не единственная, кто этот вопрос задает. Сколько можно повышать? Вот повышаться цены будут всегда, видимо, пока у нас рыночные отношения в стране господствуют. Группа ВКонтакте День за днем Нижний Новгород принимает ваши видеофото. Сегодня нас больше радует видео из самых разных социальных сетей. Не все видео радуют, потому что то, что мы сейчас покажем, говорит о ненормальном поведении продавца в одном из магазинов в Нижнем Новгороде. Но это, опять же, по мнению нашего телезрителя, мы при ситуации не присутствовали, поэтому можем констатировать только небольшой отрывок, который наш телезритель нам прислал. Ситуация такая, по мнению покупателя продан некачественный товар, просит вернуть деньги, а вот продавец деньги возвращать не хочет. Смотрим, что было дальше. Иначе-то не определить, что если... Девушки, я снимаю вас на камеру. Десять минут назад вы продали мне испорченный товар и отказываетесь возвращать деньги. Вы почему снимаете? Сейчас выкину ваш... Иди отсюда! Ненормальная. Я ненормальная. Вообще ничего не отдам. Я вас снимаю на камеру. Снимаю. Знаю. А вы знаете, что я в общественном месте нахожусь? Это вообще... Это кошмар какой-то. Вы мне мешаете работать. Я сейчас вызову полицию сюда. Понимаю? Вызывайте. Ну вот и все. Вызывайте. Я подожду полицию. Какое право имеется фотографировать вообще? Я вас снимаю. Я не фотографирую. Вы отказываетесь мне вернуть деньги. Вы нарушаете закон. Я с вами спокойно разговариваю. Верните, пожалуйста, деньги за испорченный товар. Вы мне сдачи сдаете, а потом... Вы зачем мужчин? Я выключил. Что происходило до этой ситуации, мы не знаем. Почему продавец не возвращает деньги, если товар действительно испорчен? Ситуация конфликтная. И, наверное, без третьей стороны, без сотрудников полиции или сотрудников Роспотребнадзора здесь не разобраться. Но вообще так-то формально продавец должен вам вернуть деньги, даже если вы предъявляете товар, но чек даже не предъявляете. Вот были такие разъяснения от федеральных властей. Ну а съемка в магазине, друзья, это общественное место. В общем-то здесь автор видео прав, конечно. Что еще присылает нам? Вот такое грустное видео, не грустное, печальное, потому что автор маленький ребенок, маленький нижегородец. Который уговорил родителей забрать собаку к себе на время, пока ищут хозяев. Кто потерял собаку, спрашивает юный нижегородец. Пишите, если что, к нам в личку, мы дадим координаты этого человека. А пока давайте посмотрим видео. Может быть, кто-то признает своего питомца? Короче, всем привет. Это важная информация. Это не рофл. Мы нашли собаку в городе Нижний Новгород. Если у вас потерялась собака, я не знаю, может, это Джек Рассел с коричневыми глазами. Если вы потеряли, сообщите нам. Если это ваша собака, напишите мне в личное сообщение или в комментарии. Ну вот, пожалуйста, поможем девочке найти хозяина. Ну хорошенькая же, чистая собачка. Явно, что она чья-то просто в состоянии стресса убежала. И хозяева наверняка сейчас переживают и тоже ищут своего четвероногого друга. Ну а мы продолжаем говорить о подготовке города к новогодним праздникам. Кстати, накануне стало известно, что в этом году на новогодние праздники из областного бюджета будет потрачено при подготовке почти полмиллиарда рублей. Ну а пока что уже появляются робкие елочки в разных местах. Кто-то считает, что рановато, но тем не менее записывают атмосферные видео под новогоднюю музыку. Снег, елки, красота. Давайте посмотрим. На этой красивой, праздничной, ожидательной ноте, наверное, мы сегодня разговор закончим. Но завтра в это же время мы вернемся в прямой эфир Нижегородского телевидения. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова